Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. У меня памятная дата. Вот, наконец-то, у меня появилась первая тысяча подписчиков. Поэтому я хочу, прежде всего, сказать огромное вам спасибо. У меня прекрасные подписчики, хотя многие блогеры говорят, что у меня прекрасные подписчики, но у меня действительно не накрученные, а настоящие мои прекрасные подписчики, которые смотрят на меня, подписываются. Вам огромное спасибо, что вы меня смотрите. Буду стараться показывать разноплановые видео, чтобы вам было интересно разные темы. Напомню для тех, кто только подписался. Меня зовут Ольга. Мы переехали в Новороссийск в 2017 году из Казахстана, из города Алматы. И, живя вот здесь, в Новороссийске, вернее, в ближайшем пригороде, мы живем в селе Владимировка. Это находится в 9 километрах от Новороссийска. Я рассказываю свою жизнь, показываю наши поездки, жизнь в Новороссийске, достопримечательности города, ну и какие-то огородные дела, так как мы живем в частном доме. Конечно, когда я только завела канал, я канал завела только для того, чтобы свои видео сохранять, так как на телефоне памяти мало. Я думаю, на ютубе эти видео как раз сохранятся. Потом 2-3 видео сняла и год забросила, вообще не стала снимать. Потом через какое-то время мне опять захотелось, стало очень интересно. Потом люди стали задавать вопросы, комментарии, захотелось ответить на эти комментарии, показать что-то, рассказать. И вот так пошло, пошло, пошло. Конечно, я не так активно занимаюсь своим каналом, каждый день у меня нет выпусков, но все равно мне это интересно, я не собираюсь останавливаться, и поэтому прошу вас быть со мной и дальше. Первые видео, которые я снимала, я в основном, когда ехала на машине и снимала голос за кадром, то есть показывала улицы Новороссийска, рассказывала отдельно про каждое село. Кстати, я хочу в ближайшее время видео рассказы про каждое село возобновить, потому что это были очень старые видео, и мое мировоззрение меняется, и села меняются, то есть если уже видео 2 года, конечно же, там все перестроилось, все изменилось. Ну и монтаж уже получше стал, то есть первое время я просто снимала и просто выкладывала, то есть даже не знала ни одной программы монтажа. Вот, а теперь уже учусь, совершенствуюсь, и, соответственно, хочется какие-то темы повторить, рассказать, особенно для тех, которые только недавно подписались. Не обязательно люди хотят переехать в Новороссийск, но просто интересна жизнь в другом регионе. Ну и естественно, когда я откладывала первое свое видео, это был такой страх перед камерой, то есть я вообще практически ни в одном видео не появлялась. Потом я появлялась мельком только в начале, ну а сейчас я, конечно, чаще появляюсь, но проблема в том, что мои родные не хотят меня снимать. Они говорят, что у нас времени нет, или сама своей игрушкой занимаешься, вот тебе это нравится, вот, пожалуйста, и палуйся. Но пока штативы и всякие другие инструменты, более совершенствованные камеры, я не собираюсь покупать, потому что нету никакой у нас там монетизации сейчас в данное время в России. Ну а в общем-то телефона мне на первое время хватает, и профессионально развиваться, чтобы там у меня было миллион подписчиков и зарабатывать большие деньги, пока в планах нету. Поэтому в общем-то я думаю, что такие домашние семейные видео можно прекрасно снимать на телефон. Вот, и то время от времени все, чаще я появляюсь в телефоне. Ну, последний комментарий у меня вообще все замечательные, то есть я вижу, что у меня очень хорошие, корректные, воспитанные подписчики. Даже если что-то им не нравится, они об этом пишут, но пишут очень тактично. Поэтому спасибо вам огромное за это. Когда мы переехали, я была в восторге. То есть, естественно, мы переехали абсолютно в новое место. Мы переехали, во-первых, из Казахстана, переехали в Россию. То есть климат другой, все другое. Моя мечта сбылась, мечта жить у моря. Я не разочаровалась. То есть, если брать каждый пункт отдельно, то в общем-то я считаю, что моя жизнь намного больше улучшилась. Но были какие-то видео, где я достоверно рассказывала, это правдоподобно, как я считаю, там какие-то минусы Новороссийска, там что-то мне не нравится. Там, конечно, люди возмущались. Не нравится, езжай назад. Ну, нельзя же все время только ходить, охать, ахать. Как все прекрасно, как замечательно. То есть, жизнь без дубля, она, наверное, более интересна, чем если бы я просто ходила, восхищалась, говорила, приезжайте сюда, у нас все здорово. У нас там в городе нет воды. Но я скажу, нет, неправда, у нас все хорошо. И вода есть, и ветра никакого нет. И все у нас, климат замечательный. Поэтому где-то, конечно, негатив был, но ничего страшного. В общем-то, каждый блогер через это проходит. Я, конечно, себе еще блогером вообще не называю. То есть, это пока вот только как, ну, можно сказать, начинающий блогер. Вот. Ну, при переезде большие плюсы, какие я ощутила, конечно же, климат намного лучше, море. Я обожаю море, я готова гулять часами возле него, нюхать. Я люблю запах водорослей. Также мне нравится ветра. Мне нравится, что благодаря ветру летом даже не ощущается такой сильной жары. Мне нравится вообще не носить зимнюю одежду, зимнюю обувь. То, что нету зимой никакого гололеда. Климат очень сильно нравится. Еда. Ну, не могу сказать, что прямо очень вкусная. Ну, молочка вкусная, еще какие-то продукты. Очень много стали есть овощей и фруктов. Допустим, раньше у нас в Казахстане основные фрукты были из Китая, и цена была намного дороже. И вот такие вещи, как манго, грейпфрукты. Ну, мы очень редко брали по праздникам, и то больше для сына, для ребенка, все для детей. Сейчас мы это берем килограммами. Это цена, там, 50-60 рублей. И есть сезонные гранаты, допустим, тоже по 50-60, когда период сезона. Мандарины, которые привозят из Абхазии ноябрь-декабрь месяц. Вот, поэтому фруктов, конечно, здесь намного больше, и фрукты очень вкусные. Ну, и, конечно же, сад. То есть, я не выращивала вообще никогда. Да, я такая, городской житель была, офисный. То есть, на участке у меня там пару деревьев росло. Участок был небольшой, сейчас участок 10 соток. Мы очень много понасадили деревьев, кустарников. И я очень много замораживаю на зиму. И вот до сих пор мы едим свежие инжиры, малину, ежевику, вишню. Ну, в общем, все, что на участке выросло, все это я замораживаю. Ну, и летом, естественно, мы хорошо это все кушаем. Ну, и для сына, я думаю, что тоже здесь больше будущее, больше перспектив. Ему нравится. Он такое ощущение, что здесь жил с детства. У него много друзей. И так же он может в любое время сесть на маршрутку, поехать с друзьями, купаться в море. Там, в Казахстане, чтобы поехать на море, нам ближе было даже поехать в Турцию. В Турцию там пока он маленький, два раза ездили, и все. Здесь уже с мая месяца мы начинаем купаться, и заканчивает купальный сезон в октябре месяце. С работой, да, вот все, кто переезжают, спрашивают, как с работой. Ну, вот, либо действительно какая-то дистанционная работа, либо вы хороший специалист, потому что работу не так легко найти. Рабочие специальности, они все востребованы. А если вы были там офисный сотрудник, то здесь вы должны классным специалистам, чтобы вас сразу взяли. Ну, и возраст, конечно, молодых берут в первую очередь. А людей предпенсионного возраста не очень-то рассматривают. В основном все, что предлагается, это работа продавцов. Думаю, сейчас в каждом городе светут яблони. И многие блогеры показывают, снимают эту красоту. Но действительно даже приятно иногда пересматривать спустя какое-то время свои видео и радоваться, что все эти яблоньки практически выросли на твоих глазах. Ты посадил дерево, и оно так тебе отдает с такой душой, столько яблок в этом году будет. И вроде бы проблем с языком нет. Вообще я по специальности логопед. То есть я, наоборот, учу деток правильно разговаривать, правильно ставить речь, звуки. А вот когда перед камерой ты начинаешь рассказывать, иногда получается, то ударение не так поставишь, что как-то неправильно выразишься. То есть думаешь одно, говоришь другое, потом пересматриваешь себя и думаешь, боже, позор, что ты наговорил. По поводу переезда спрашивают. Ну, в основном же переезжают для чего? Больше, если к морю переезжают, то это все, что связано с климатом. То есть люди действительно уже хотят отдыхать, наслаждаться. Где-то был тяжелый труд, какие-то, ну, допустим, кто там в суровых условиях, там суровые зимы, и действительно люди уже замучились от этого климата, замучились болеть постоянно. Здесь намного меньше болеешь, действительно, только если, конечно, вирусы какие-то ходят. А так воздух хороший, вся грязь куда-то уходит, все продувается. То есть это хорошо, что в Новороссийске дует ветер. Вот, и поэтому про переезд в основном, я думаю, это связан с морем, связан с климатом. А если люди переезжают там в направлении Москвы, Питера, то там уже, наверное, больше именно связано с перспективой, с карьерой, вот с этим связано. Вот я вот, то есть не сказать, что там сильно пахала в Казахстане, но все время работала, не было такого, чтобы я не работала. Вот, и я всегда мечтала именно жить, отдыхать. Мы хотели переехать и построить гостиничные номера, домики ближе к морю. Но по нашим финансам мы рассматривали Анапу, мы никак не потянули на гостиничный бизнес. Поэтому стали рассматривать направление Новороссийска, то, что там все-таки более жизнь кипит, движений больше и возможностей больше. Также море, все то же самое. Но, наверное, больше спокойнее у нас здесь такая, размереннее жизнь стала. И смотрю на местных тоже. И приезжие, которые много лет прожили, они тоже уже такие стали спокойные, степенные. То есть никто тут активно не работает, никто не разбежится. Даже если, допустим, выходной день, то это выходной день. Уже и, ну, только на рынках выходной день много народу. А так люди здесь больше отдыхают, больше гуляют, больше радуются жизни. Ну, мне всегда интересно, вот больше кто меня смотрит, вот из подписчиков. Допустим, если я пишу там переезд из Казахстана, я сначала думала, что больше меня смотрят те, кто живут в Казахстане. Вот если не сложно, напишите, пожалуйста, ну, маленькие комментарии там, допустим. Я там с Астрахани или я с Томска. То есть в каких городах меня больше смотрят. Местное население, наверное, не так долго смотрит. А вот те, кто хотят приехать в Новороссийск или живут в других регионах, и им интересно, как происходит жизнь на юге, наверное, больше этот. Поэтому, если не сложно, напишите, откуда вы находитесь. Иногда есть такие у меня постоянные подписчики, которые постоянно пишут комментарии. Но это, конечно, люди разные. Я сама часто смотрю разные видео, и я очень редко тоже пишу комментарии. Ну, потому что вот я такая вот у меня. Вот. Не из-за того, что я не хочу или плохо отношусь к ним. Ну, просто иногда бывает. Или времени нет, или еще что-то. Вот. А многие, которые мне пишут комментарии, они уже мне прям родными стали. То есть уже этот человек не написал мне в две недели. Я уже думаю, там все ли у них хорошо. Ничего не случилось. Так что спасибо, что вы у меня есть. Наш котик Кеша. Кешенька. Кеша. Он у нас разговорчивый, всегда отвечает. И бонзай. Вот наш бонзайчик. Мы его взяли из приюта. Сейчас уже ему пять лет. Петухи поют. В общем, все как в деревне. Ну, семья у нас небольшая. Я, мой муж Сергей и сын Матвей. Матвей 15 лет. Ну, и вот два наших любимца. Это кот и собака. Также два года назад, ну, два года будет в августе месяц, переехали наши родители. Мы им искали обязательно дом, чтобы был здесь, недалеко от нас, в пешей доступности. Мы нашли в селе Гайдук дом от застройщика. Видео есть на моем канале, как мы ремонтировали там все полностью. Ремонт делали, облагораживали участок все полностью. И год назад к ним же переехала сестра мужа с мужем и с дочкой. Вот, поэтому мы уже не одни. Так как шесть лет назад мы приехали одни, никого не знаем. А сейчас уже все этот хорошие соседи. Хороший райончик, где мы живем, который мы выбрали. Очень нравится. Друзья появились. Так что, в общем-то, жизнь полностью наладилась. Да, солнышка у нас, конечно, очень много. Я вот разговариваю, даже не знаю, хорошо меня видно или нет. Солнце светит в глаза. Вот, поэтому я, конечно, очень довольна переездом. Буду показывать и дальше какие-то достопримечательности. Близ, лежащие. Вот, в ближайшее время собираюсь поехать в Анапу погулять с подружкой. Сейчас некогда. Сейчас огородные дела. Единственное, я извиняюсь, что я не показываю подробно, как я что-то сажаю. Но если какие-то вопросы есть по посадке, по обработке, спрашивайте, сделаю отдельное видео. То есть сейчас постоянно надо что-то делать. То есть где-то подвязал, где-то прополол, где-то посадил. Вот это я на этой неделе закончу и уже можно будет отдохнуть. Ну, в общем-то, на сегодня все. Спасибо, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на канал. Всем добра, счастья, солнца, тепла, прекрасного настроения и погоды. И до встречи на канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok